мани и естественно не поехали в австралию то есть логично возможно принимается у вас вот просто какие то есть зацепки смоленской области никого родственников нет естественно у меня есть смоленской области я же говорил да ты сказал даже ничего не помнишь ну как ты говоришь ты помнишь на простой полный смысл значит конечно я не просто не говорил об этом и дед 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 фамилия имя отчество твоего который вот на и давай сейчас от него будем писать герман михалыч герман михайлович так он кто герман михайлович он получается брат этой бабки какой ской палубы сми какой брат двоюродный родной нибудь не может она павловна отчество разное расходе павловна а он герман михайлович хороший вопрос очень хороший крайне логичен просковьевла милан мы хотим просто разобраться как мы относимся к этой простой палубы смит и вообще а мы сегодня что-нибудь знаем еще а можно у меня просто такой еще один вопрос почему именно вы почему именно этот дом почему именно здесь мы находимся то есть там нет никакой логики здесь существует какая-то связь или нет связь с чем почему именно этот дом почему именно вот вы нам очень непонятные героини а вы не наш родственница милан а что у вас там мы сегодня да у меня дарвич пропал кажется мы сегодня еще тут остаемся или мы уже уходим вы хотите уйти нет я не хочу уйти пока а можно нам пожалуйста постельное белье тогда и одеяло потому что ничто не греет мне душу так как мягкое пушистое одеяло она нагреет душами наши сердца нет милана сказала вы поняли как что вы можете достать то есть через камеру а один такой вопрос подожди что постельное белье она может нам дальше сказала что а если мы это уберем да уважение я прошу лишь уважение к этому дому я прошу лишь уважение к этому дому я немножечко сейчас на вас следую миланочка можно пожалуйста вас просить одно просто мы не поймем камеры они все время работают или нет она нас погубит серьезно они нас смотрят или нет камеры окей спим без одеяла ничто больше не греетит наши души ну давайте тогда так вот сейчас просто успокоимся и знаете что хочу сказать есть у нас камеры все время смотрят то у каждого есть родственники друзья знакомые вон сколько городов давай обратимся в камеру ведь у каждого есть и знакомые друзья и родственники давай Катя ты ребят все кто нас знает сейчас я хочу просто перечислить список городов список городов где у нас какие родственники что ты хочешь я за тебя скажу где Москва у тебя только у тебя еще нет у тебя мама где в каком городе хорошо я поняла не нервничай так ребят вы смеетесь просто как бы в чем дело это не смешно это не смешно это не смешно ты иногда так умный я не знаю прям ты можешь не ржать а где кстати Макс у нас реально не смешно ребят если просто у нас на самом деле если сейчас камера работают если это реально если реально нас кто-то сейчас слышит и видит и вчера нас так не обманули с едой как это происходит на самом деле то у нас лично у меня начну с себя по крайней мере куча друзей родственников знакомых в разных городах если это так кто меня знает и пишет и слышит сейчас и видит смотрит на меня эээ я сейчас не в очень приглядном состоянии естественно я не могу находиться без расчески без шампуня без косметики в одной и той же одежде в одном и том же белье может третьи сутки здесь ребят я никогда не останусь в долгу я думаю вы должны сейчас мне хотя бы ну что то я должна поверить в то что да становится что то не чувствует что то это должно здесь появиться я думаю у меня достаточно самодостаточные богатые все люди и от расчески и от шампуня никто не обеднеет Ребят, кто чем может, помогите, пожалуйста Я просто реально вам не могу У меня скоро уже вши заведутся здесь Города, какие я знаю Я сама с города Саратова Саратовцы, земляки Выручайте, как можете Ни перед кем долгу не останусь Волгоград, 13 лет там отпахала на железной дороге Дальше, мои родственники Весь Урал, и Южный, и Северный Село Каменная Сонарка Город Троицк Семья Кузиковых Южно-Уральск Город, семья Евсиных Екатеринбург, Серов, Северо-Уральск Черемухово Вся Мордовия, моя бабушка с Мордовии Саранск, Отяшево Ребят, кто сейчас нас смотрит Если вы реально нас смотрит весь мир Мы отблагодарим вас У нас очень тяжелые условия Помогите нам, пожалуйста, в этом Просто здесь находиться больше невозможно Дальше, у нас есть такие города Юрий Так, твои, Сочи Ты, кстати, всех города мне назвал Он с города Сочи Если сейчас реально Видите Сейчас слишком много информации Присядь, присядь Стой, я тебе говорю, присядь Есть кое-что, что надо обсудить Обсудить, но просто Если это реально А если это нереально Вот ты сейчас просто присядь Все выпалило Скажи мне, пожалуйста Скажи мне, пожалуйста Ты все выпалила Катя В смысле? Если это нереально Ты все сдала Всехосновников Все Я вообще никому не сдала Просто перечислила города 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 И что я сделала? Перечислила города Ты тоже надо быть аккуратной Я сейчас хочу узнать Правда Ты не понимаешь Женщина Которая будет Раздавать И у вас Этого не дыхания Я вам вот так говорю Потом она Которая будет Милосердия Ищет доброте А сама В детстве Восходились Мы сейчас проверим Может быть Не в папу Вот это делать Но За подгон Вот если сегодня Будет реально От нее подгон И мы проверим Насколько она Как бы Отвечает за свой базар Вот эта Милана Потому что у меня К ней На самом деле Тоже возникли Некие вопросы Я сделаю Сейчас Тихо братуха Дай я это скажу Да Я это сделаю Сейчас Но Если ничего не произойдет Если ничего не произойдет То что Мы ее свяжем У нас еще яйца есть Неужели вы Хватите ее связать А до этого Мыло у нас еще осталось Со мной Вот кто-то Со мной Солидарен Сейчас оказался Нет Я предлагала Подождать Что она Нет 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 Одно Нет Одно В смысле Она Офигеть Какая странная Она прям Какая-то Почему вы верите Каждый Милус Но мы Странность и вера Разные вещи То есть верить можно Но она странная Нет Это есть Макс безумный Тоже странный Нет Это понятно Но она Не то что Он умолешенный Это другое Нет Нет Она не то что Странная Это даже Не назовешь Нет Что-то происходит Непонятное Она очень непонятная Вот она начала Играться Она очень одинокая Она начала играться С тобой И радовалась Как ребенок И сейчас Она так улыбнулась Мы на нее Когда мы на нее Злимся Наседаем Она берет Улыбается Это нервная Люди Когда нет Нечет Это называется Садисты С 41-х Улыбались А потом Расстреливали Ну она Непонятный Персонаж Это точно Нет Вообще Это называется Зажим То есть Это способ защиты Вася Что за вас Садист Потому что Ты напряжен Я только что Базарил А что я собираюсь Сделать Молодец Вася Ты будешь чистить Вася И тебе не стремно Даже А почему Стремно Я сейчас объясня Что мне это Падло Если будет Подгон Вася Пожуха Молодец Выживаю Как можем Молодец Вася Одобряю Да Ну что Сделаешь Давайте Поросенка Посадим В клетку Если он еще Сколько раз Максимум Ты чихала Двадцать Мне вот Еще такой вопрос Интересен Если сейчас Она падает В обморок Если она не очнется Мы даже не можем Вызвать скорую Ноль три Она падает В обморок Потому что Она с головы Умирает Это будет Первая смерть Онлайн Кстати Онлайн А почему Что ты делаешь Что мы вообще Одна Вчера Макс сказал Безумный наш А вот Откуда Он сказал Что так Может быть Онлайн Трансляция Вы уверены Что это Шоу Если это Было бы Шоу Здесь Были бы Не За нами Мы так Сегодня С вас Чем Порассуждали Просто С утра Возможно За нами Кто-то Просто Следит Какая Определенная Группа Лиц В любом Случай Если Даже Определенная Группа Лиц Это онлайн Трансляция Макс Чера Объяснил То есть Люди И мы Вчера Еще перед Сном Помнишь Говорили Вась Васич А эти Камеры Они Постоянно Передают Эту картинку Какую-то Что мы Здесь Или Как-то Частично Этот вопрос Меня мучает Да Этот вопрос Непонятен Но У меня вопрос Ответ На этот вопрос Вам что-нибудь Даст А вопрос Главный Ничего Не даст Поэтому Я предлагаю Подождать Еще Дима Вот В ванной Я не видела Камеры В ванной Камеры Нет А что Там что-то Делаешь Незаконно Нет Я Моюсь Я не хочу Я вчера Раздевалась Полностью Стирала Комбинзор Белье Это самый Недостоверный Источник Информации Потому что Он только что Ждал Талоны Из печи И еще Ребята Знаете Вот это Очень странно Как нам Вчера Только что На экране Нам написали Что там У меня есть Знакомый Антон Панченко С Волгограда Он прислал Мне ту же пшенку Как она Попала в печь Вот как Реально Она могла Попасть в печь У меня Это не укладывается В голове Значит Там есть Какой-то проход Может Мы там И выйти Можем Смотрите Туда кинул Картошку Да Да Вот просто Можно посмотреть Туда Реально Она просто Лежит Там Ничего себе Она назад Вернулась Можно я залезу Куда Тебе Держи Тогда ее Занубе Пусть она Лезет Пусть посмотрит Что там Мне кажется Если Что-то появляется Куда ты пошла Ну все Тупик Ничего Нету Как-то там Проявляется Ты понимаешь Там по-любому Давай каждый Мы тебя держим Там наверное Какая-то есть Куда ты Да все Да ладно Пусть и ищет Там темно Смотри Вдруг там проход Ну вдруг там проход Мы сейчас выйдем Ли Ты не волнуйся Мы тебя держим За ноги Ты не волнуйся Не дергай Она может облудотить Тише Тише Каждый щель Прощупает Нет Она идет В сужение Сужение Она потом Ну Как это Смысел Она как конус Ага И она кончается Как конусом И что Ничего нету Там вообще Ничего А внизу Посмотрела Внизу Как А? Внизу Посмотрите Пожалуйста Не красить Там конус А еще красная загорается Вот это Вот это Что такое Точно Хорошо Красная загорается Красная загорается Когда приходит Что-то в печь Помните В чем А блин Как реально Приходит Ну как это Возможность Там конус Как туда попадает Ребята Ну это пламя Скорее всего Она красная Когда она отрывается То есть Она А чего она отрывается Если там появляется Какая-то вещь То Ты думаешь Там сработает Температурный режим Так сгорает Ну а где этот Температурный режим Как в печь Мы думаем Мы можем у Миланы Спросить Как приходит туда Устройство Почему Как так Она тебе Элибитарный Элибитарный Вопрос Смотрите Камера За нами Правда Следят Я думаю Следят в онлайне Потому что Камера Ребята Просто я Не могу понять Как-то туда Это появляется Продукты Как-то туда Это ложится Кладется Кладется Допустим Значит там Есть Можно И выйти Выход Должно Давайте Смотри Лучше В любом случае Там должен быть Выход Посмотрим Как-то картошка Туда положилась Назад Как-то Решли оттуда Тарелки С кашей Может она По инерции Как-то Прикатилась А кашу Кто сварил Милана Ребята Тут куча В этом доме Странных Происходит вещей Очень много Странных вещей Происходит На самом деле На самом деле Вообще Нет Я посмотрела Каждое бревно Я искала Где эта дверь Куда исчезают А у тебя гости Находила В бревне А? В гости Я не находила Каждое бревно Можно мне слово Да Значит так Я считаю Ну чисто Я сегодня Вот так вот Подумал Я считаю Что вот эта Вот Псевдодевушка Которая Ищет себя Считает Многих По сути Она кое в чем Права Действительно Мне как бы Стремно с ней Соглашаться Но она Права Я начал Сомневаться Что вы вообще Все мои Родственники Это раз Объясню почему Потому что Мы сегодня У вас Екатерина Сидели И она Заикнулась Да я И сказал Что возможно Возможно Нас Нас Реально Надувают Была ничего В плане того Что какая-то Группа людей Собралась Где-то Сидит Да И Допустим Антон Панченко Тебе прислал Пшенку Да Почему он тебе Прислал пшенку С чего ты взяла Что это Антон Панченко Тебе прислал Пшенку А не эта Группа людей Которые Периодически Хочет нас всех Либо Стравить Либо Сделать Так чтобы Мы Стоп Дай договорю Дай договорю Дай договорю Я вот сейчас Очень сомневаюсь Что вы все мои родственники Очень сомневаюсь И я сейчас Буду очень напряженно За всеми За вами Наблюдать Объясню почему Потому что Ну Знаете Мне кажется Вы вообще Все Все здесь Вы приглашенные Вы приглашенные Вот этой Изольды Кат Специально Каждый Играя Здесь Какую-то Свою роль Погоди 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 Паранойя Либо Насчет Тише Это все Вам прислали Родственники Откуда Наши родственники Или ребята Знают Единственное Как можно проверить Что я тебе говорил Если кто-то из нас Выберет Одного человека Который знает Ту информацию Только которую Знает он Допустим У тебя есть Какой-то близкий Друг Который знает Информацию Только Ну Конечно Я вот вчера Об этом говорил Вот надо тогда Сказать в эту камеру Если бы Все У меня другой вопрос Откуда ты знаешь Что этот ближайший Человек сейчас Смотрит Вот Алло Вот Я про это и говорю Нужно именно Ту информацию Которую Знает Например Мама Например Вот если бы мне мама Вчера высылала что-то Пусть она напишет Напишет комментарий Например Если она вдруг Что-нибудь там Ну по мелочи Выследить Много ничего не надо Пока мы Хотя бы так Хотя Блин Нет Только то Что знает Твоя мама И ты Понимаешь Только вот эту информацию Если она в комментарии Напишет Тогда да Но лучше Чтобы это была Не мама А какой-то вообще Ну такой Хорошо А у меня вопрос Получается Какой-то социальный проект Потому что Только ваши родственники Вам Как я поняла Что это присылают Или какие-то знакомые То есть Какие-то незнакомцы Ничего не прислали Ну С другой стороны С дружием Чужому человеку В этих В инстаграме Есть всякие приколы Типа Помогите Там Никто Не обращает На это никогда Внимание Я пару раз Отправлял Мы даже бездомным На улице Ничего там Не подаем А ты на какой смысл Дайте телефон Мне позвонил Ведь сразу Не принедут И все Какой смысл Простите Значит Значит У тех людей Значит Мы не все знаем Мы знаем Только вот То что видим А там вообще Все Но ребят Я хочу сказать Вот этот Антон Панченко Вот это уже О нем Никто не может знать Это такой Мало знакомый Мне человек С Волгограда Его никто не может Знать У меня таких Антонов Панченко Миллион Катерина Тебя здесь не было Ты говоришь Что ты появил Последнее Что ты помнишь Что это было в конце июля А уже осень Собрать о тебе Информацию Об Антоне Панченко То есть Начинаешь по социальным сетям Как сколько можно собрать У меня его нет Но в сетях У меня даже нет Неважно Неважно Просто если это Какие-то влиятельные люди Которые решили Здесь сделать Либо эксперимент Либо отобрать Мое наследство Мое наследство Потому что Я единственный Кто знает Эту Проскову Павловну Смир Майс Вась Не говори так Не говори так Нас тут всех позвали Это не только Твое наследство Докажите мне Что мы все Росли А почему Мы тебе должны Доказать это Я не понимаю Ты что Что такое Я просто сейчас Высказываю свое мнение Он вас 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 Потому что Он знает Просковью Павловну Смит А мы никто не знаем И он Залян Вас 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 Вася Сейчас садись Мы просто можем не знать И раз мы здесь есть Не просто так Нас тут собрали И никто здесь Не случайен А почему мы должны Верить тебе на слово О том что Ты знаешь Просковью Смит Ты просто услышал информацию Потом ты зацепился За нее Узнал что там деньги И сразу придумал Эту историю Потому что Ты Бор А больше всего Мне понравилось Когда А больше всего Мне понравилось Когда Я говорю Мне ничего не нужно Наследствия не преследую Я вхожу Ты говоришь Уходи Только написали Один уйдет Уйдут все Ты подбежал ко мне Аж вон туда И 15 минут От меня не ухожу Я не одену Я одену Я прекрасно понимал Что вы здесь Все Специально Народ Который сюда Прислали Чтобы знаете Забрать мое наследство Мы тоже Мы можем думать Я же не говорю Что вы можете Так не думать Я просто Высказал Свои сомнения Понимаешь Вы можете Ему не верить Просто сейчас Надо разобраться Действительно Или смотрят На смотрителей Или не смотрят На смотрителей Какие смотрители Да что за бред Что за слово Смотрители Я тебе не говорю Что это просто Группа людей Которая вас всех Наняла Сюда И все И она сидит Сейчас не похохакивает А это группа людей Которая А смотрите Я тут картошку резал Фу Нет Прям на этом углу Хорошо Ну что я сейчас сказала Хорошо Хорошо Больни Целая картошка ушла уже О боже мой Руки Нам осталось Прям на мыль Если заберешь Остатки мыла Мыла уже не осталось А ты тоже Если честно Нам не может продолжаться дальше У меня уже начинается насморк Аллергия У меня чешутся волосы Это что Все хотят Чтобы у меня появились Ши Я выгляжу Я не знаю Как вы все держитесь Почему у вас Нормальные лица У меня Пухли глаза Например Я хожу в этом платье И вот это Бич какой-то И я должна Что-то еще исследовать Что должна исследовать Я не поняла В дом Или что там Куда вы там собираетесь Разбираться И там во всем Почему Если Где подтверждение того Что мы все родственники Я не поняла А это ты никак не подтвердишь Это может подтвердить Если мы сейчас Хотя бы просто Нас отпустят Или как-то Каким по документам Доказать степени родства Это только документально Можно подтвердить Больше мы никак не можем Так вот Я же не один в том Что я сомневаюсь Что мы родственники Вот еще один человек Ты сама тоже сомневаешься Но смысл из-за этого Орать Устраивать сцену Просто можно сделать Тест ДНК Медицина такая Ушла далеко А да У нас нет ни шампуня Ничего Мы тут сидим В одном и том же белье А ты говоришь Про тест ДНК Когда нас выпустят Кто тебя выпустит Тебя больше давно выпустят Ты планируешь тут умереть Я планирую здесь Видимо умереть Я надеюсь на лучшее Видимо какой-то человек Заказал Чтобы посмотреть Как я умираю В прямом эфире Как все утверждают Невелика Не честь Разлагаюсь У меня появляются Вши Опухают глаза Я тебе скажу Это отвратительное зрелище И нет ни одного человека На планете Который хотел бы это видеть А вы все рады Что это отвратительно У нас появились родственники Какие родственники Алло Кто радует Никто ничего не повердишь Никто никому не верит Никому не верит Тем более то что написано Какой-то гавдоплазме Я не пойму Ты с чего сейчас Это все берешь Кто здесь Кому верит Вы все верите Что другу Радуетесь Жизнь Никто ничего Никому не верит Только сейчас Вальше все говорит Не верят Ты с чего Ты веришь Вообще У тебя депрессуха Вчерашняя не прошла Что-ли? Жизнь мышиный Слово настроение Нам не надо передавать У всех такое А что случилось? Вот Катерина Что вы ругаете? Я вам одна мысль Вот О которой я это пытаюсь Как ты выразила Мою мысль Идеально Нужные слова Подобрала Так И что у нас есть На данный момент У нас нету Ничего Ничего Никакой информации Примерный список Городов Бананы Кончились вчера И мы Довольны жизнью? Нет Мы не довольны жизнью Но я считаю Если кто меня Смотрит Если сейчас реально За нами смотрят То мои знакомые Друзья и родственники Они не позволят Чтобы я сейчас Находилась в виде В любом кастрюле Шампунь Мне пришлют расческу Вот я не знаю Это если так присылается Если это появляется На экране Потом оказывается В печи То мои друзья Знакомые Родственники Не позволят Чтобы я сейчас Мы же даже не знаем Сколько денег Платят родственники Для того Чтобы нам Это все передать Не знаем А платят ли они Может быть Это специально Сделано Чтобы их разводить И вот они Показывают Мы их не выпустим Отсюда К примеру И вот они В онлайне Смотрят Как мы тут Голодаем А к примеру Эта пшенка Стоит бешеных денег Либо бананы Или картошка Тогда это бессмысленно У меня нет Потому что я в них У тебя есть Может быть друзья У меня нету Никого Может быть хотят Использовать твоего Он исчез Ну как он мог Просто человек Просто так исчез Он тебя бросил Он ушел Или ты его бросила И ушла от него Какая вообще разница Что произошло Нет Процесс был Разница есть Я говорю Объясняюсь Никому верить нельзя И просто Брат Слово доверять Никому Не стоит Потому что люди Говорят одно А потом По факту Ничего Убираю свою картошку Я не хочу Чтобы юрец Портил продукты Я сейчас ему Ничего не говорю Но я уберу Эту картошку Она понадобится Пошла в кофе Вторая картошка Мы либо хотим Жрать Либо не хотим Жрать Я сейчас просто Не убираю Я очень хочу Еть Поэтому Не хочу Чтобы ты Делал узор На картошке Я не делал узор Я хочу ее нарезать Вот так Кругляшками А потом пожарить Но там я сказал Режу Крыса вчера На столе лежала Которую ты хотел Сожрать Поэтому я его так режу Я не делал узоры Я думаю Просто ты из хлеба Делал узоры Я думал Что ты из картошки Сейчас делаешь узоры Если нам будет кастрюль Мы будем скидать Может быть Я жрать хочу А как вы не хотите есть Я есть хочу Да мне пофиг Я сейчас как-нибудь буду есть Давайте подождем Я уверена Что в гвозде Вот так ее держать Над плитой Да Видишь Но когда мы включаем Плиту Приходит Милана Ее выключает Потому что она Немного окуреная С вами Видимо Травами Какими-то Травами Немного разных Вполне возможно Что-то у нас Есть духовка Да Но здесь Почему-то воняет Может быть Тут жареный крыс Скорее всего Я знаю одного повара Крыс Мышей Давайте духовку На время запихем Красивый повар Хватит Говорите ему Где-то Давайте В этом доме Очень много Движных мест Я не могу Движных мест Я хожу Вот так Нормально? Это не нормально? Это очень мульгарно Я кратично Прекрасно Я сейчас Это очень Вульгарно А что ты предлагаешь Мне сделать? А у тебя Не вульгарно Нет Да нет Это красиво А что сделать? У меня нет Ничего другого Хочешь Хлеб поешь Хочу Поешь Конечно Я бы хотела Выпить кофе Чай Я заболеваю Все Хочи Ты хотя бы Кашу не поела Чтобы в омрке Не влюбилась Да что ты мне За своей кашей Эта каша Была 2 дня назад Ты всю жизнь Будешь мне вспоминать Эту кашу Или что? Ты до сих пор ничего не ешь При чем здесь каша Это вынесла Ума лишенная Вы ей поверили И сразу съели Да Мы в омрке Поэтому не падали Ну прекрасно Ну не то чтобы ей поверили Это логически Если она типа хозяйка дома Ты упадешь Кать Не переживай Если так дальше пойдет Я не знаю почему Ты сидишь И у тебя ничего не болит И так все прекрасно И ты счастлива Почему тебе вообще кажется Что все прекрасно Кроме тебя Потому что это очевидно У тебя эгоцентричная картина мира И это отвратительно Какое все Возможно так жить И так Не хотела бы я оказаться В твоей голове Там насырными кирпичами Тяжелыми Блыжниками Просто И ты ими выстреливаешь Изо рта Это просто жестко На повестке Кня А Кать Хоть слад Поесть приготовим На чем и из чего Мы же можем просто Запечь картошку В этой духовке Кстати да Ее же можно Прямо целиком Положить И запечь В духовке Я предлагаю Нам так и сделать Проверь Она во-первых Работает Не работает Духовка Там что-то горит Свет Не свет Там не пахнет Шами Ничего Нет Ничего Можно ее Ничего Да Она работает Не так Что плачевное Хочется есть Я 3 дня не ела Нормальной еды Вот я говорю Давайте пожрать Что-то делать Хочешь печеные картошечки Да Я хочу Печеные картошки Давайте печеные картошки Раз Два Три Шесть Человек Уголченые картошки А уголченые есть и будет Мы будем ее угощать Это кто Которая Обкурена Да Давайте Семь сделаем Семь Да По картошнине Вдруг она Затем Что-нибудь Да Чем-нибудь поделится Своим Чем-нибудь Бутылка хорошего коньяка Я хоть выпила Знаете Бутылочку мартини уже Потому что Это невозможно Это невозможно В трезвом состоянии Здесь сидеть Я понимаю Почему она Охуйная Все время Потому что Это невозможно Здесь Образами Абсолютно Ни в каком Это ненормально Уже Я на грани Честно То есть Ты бы сейчас Хотела Бутылочку мартини Хорошего Выпить У меня всегда Знаете С собой Бутылочку Мартини Нет У меня всегда Есть с собой Мартинка Когда я Сюда попала Она исчезла Ты с собой Реально носишь Смех Ты еще Мартинка Потому что Ты никогда Не знаешь Где ты выпьешь Мартинка Она как Эти мужики У которых Карманы Всегда Фляжка Есть У нее Мартинка А тебе Уже Три дня Не выпивала Ничего Она Лакшери Лакшери алкоголик Вышли тебе нам Бутылочку Мартинка Нет Это не Лакшери Это Тихий пьяница Называется Тихий пьяница Не походил Констаграм Я не знаю Что происходит В мире Вообще Какая погода Какое что Мы тут все Все А я оставила Рюкзак На работе А там Все Молиски А у меня А у меня Гитара Там все Мое Эх У меня Гитара У меня Телефон А в телефоне Фотки Моей бывшей Она голая Там Капец Вообще Кто-нибудь Найдет Это Капец А ты попроси Что она прислала Себе кассету Кассету Видик Видик Да Тоже Там Душ И видик И шеес Видик Камеру И видик А перематываешь А перематываешь Когда все видно Как перематывается У меня было Нормально Особенно Видеодвойка Была Знаешь Когда она Зажигала Телефон Это Гениально У меня вопрос Мы знали Что у нас Садится Куповка Потому что Мы не смотрели Что там Дорога Здесь Куда Есть Еще Я думаю В этом Доме Есть До Хрена Чего Мы как Открыли Открыли Пусто Я Еще раз Иначе Просматриваю Где провода Как идут Куда провода Здесь же Должно быть Центральная Центральная Кринь Блок питания Который Питает Вот до чего Мы дожились Вы видите Мы просто Готовим Картошку В духовке Всем По одной Картошинке На противне Если реально Кто-то смотрит И видит Но это же невозможно Всем ровно У нас осталось Еще там Еще ровно Шесть картошинок Всем по одной Даже нам не хватит Миланю Угостить Одного Вот Это вся наша еда Я смотрел Сегодня И вот эти Все провода По дому Должен быть Какой-то блок Питания Центральный Который Куда все эти провода Потому что Техники Ни хрена Ни хрена Нет Все В доме Пусто Ничего Нет Есть Милана Которую Нам приносит И Которая Действительно В последнее Время Ведет Себя Ну да 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 Главный Себер А ты тоже Можешь найти его Видимо У меня нет Ничего Ничего Нет А как ты вообще У тебя нету Стресса Из-за того Что у тебя нет Бука уже Третий день У тебя не клинит Вообще Нет Я не понимаю Что я практикую У меня пальцы Сами посидел Ты до всех решила Я просто спрашиваю У кого моральность У всех Не думай Что тебе одной Плохо Всем плохо Никому Здесь нехорошо Поверить Просто каждый Это показывает По-разному Понимаешь Мы просто Не любим Страдать Об этом Я от того Что сейчас Будем морать Что нам плохо Легче От этого Точно не станет Не нужно кричать Я все слышу Но зачем Ты сейчас Дорога Слух Зрение Оединиться Из-за Кираж Ну просто Ты говоришь Тебе плоховато Стало Может тебе Слух Стал плоховат Ребят Вот знаете Что меня смущает Вот это Вот здесь Вот эта вот Дыра Знаешь Здесь хотели Что-то стрелять Оно не пробивается От пули Так смотри Там второе Установили следом Первое Отвеснуло А они второе Установили Здесь что-то Такое Обстреленное И окна Затемненные Томированные Обстреленное Я думаю Они просто Знаете Обстреленное Стекло Да Раз не прострелили Я думаю Возможно Кто-то здесь Пытался Отсюда Так же Выбраться Как и мы Но пули С той стороны Пули С внешней стороны Пули С внешней Сюда стреляли Да Но стекло Не пробили Его даже Выбить нельзя Слушайте А может Это передача О том Как люди Выбираются Из дома И погибают И на каком Канале Она по-твоему Идет Подаркнету Что значит Погибает Это уголовная Ответственность Это стюрьма Погибает Не закрывай Я буду следить Не закрывай Снавес Я слежу За духовкой То есть На кабельном Да Это платный Канал Как в порно Знаешь Ребят Я все-таки Хочу разобраться С этой печью Что-то Здесь не то Нужно Как-то Найти Какую-то Зацепку Хорошо Давайте Искать Я готова Давайте Что-то Нужно нам искать О чем мы Конкретно Будем искать Давайте Пойдем Может быть Где-то Здесь По-любому Как-то Это все Появляется В печи Как-то Появляются Продукты Ну как Ну логически Как Нет логики Есть логика Есть Здесь Откуда Из подвала Люди Люди Миланы Или еще Кто-то Приходит Там Просто Говорят Что-то Что-то Картошка Лежит назад Вернулась Серьезно? Да Великое Возвращение Картофеля Картошка Лежит Снова Ну это Интересно Аплодисменты Мы его Отправили Как зацеплен А она Вернулась Нет Ну серьезно Как она Волгнапс Нет Что ты расскажешь Мне картошечка Там темно Тебе было страшно А какие голоса Ты слышала Как ты видела Эта женщина Ааа А что еще Интересного Да что ты говоришь Картошка Нет Она же туда Провалилась Крайм В этот конус Как она Оказалась Сейчас Здесь Давай Расспросим Картофель Как она Там оказалась Непонятно Давай Непонятно Картофель Тебе ответит Это Милана Это Милана Нет Нет Это не Милана Это какие-то другие Люди Трогали Трогали Обижали Меня Все хорошо Истерики Отставь Да хватит Меня трогать Женщина Истерики Отставь Свои Женщина Командир Капитан Заратов Вы меня Слышите Это я Помогите Чем можете А кто Из Улюпинска Держинска Есть там Кто Нет У тебя там Родственники Да У меня Сказала Нет Родственников Ну понятно Я все Сейчас Пропишу Я Распишу Как было Тело Ребята Видите Отвертата Не ушла Не ушла Получается Да Ты понял Тут что-то есть Где Как она Какая-то Что-то с печью Связано Нет Это не Это какая-то Бумажка Такая В смысле Бумажка Ну Картинка В смысле О чем Ты вообще Картинка Я Фотография У меня молоток Есть фотография Гвоздь Видите Я бы сейчас Там Но камеру Трогать нельзя Она где-то здесь Ну она в доме Точно есть Какая-то старая Картинка А нахрена нам Старая картинка Я не понимаю Что-то такое Изображено Это Очень-очень Старая Она Какая-то Чёрная Я постукиваю Дом Там стоит Человек Есть какая-то Палочка Куда Открывается Не закрывается А что Не понимаю Может я Хочу Где-то Что Комната Не знаю Да Но картинка Где-то Вот эту комнату Хочешь простучать Тоже Знакомый Чей А что Надо искать Пустой Звук Так Выходят Да На стол Мы вот эти Увидели Ребён Чё ты за хрень Подожди Сот Тут ничего Какая картинка Для чего Ты вообще Начала Говорить Про Нахрен Картинку Вдруг Там Есть Какой Фот Какой Не знаешь Ага А я К чему Что Что Картинка Чего Ты вообще Стала Довите Картинки Причём Здесь Вот Наша Ситуация И Я Я Тебе Я Тебе 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 Нужны Какие Два Тебе Тебе Наш Найти Понимаешь Таких Домах Всегда Будет Какая Палочка Круг Переворачивается А за ней есть что-то, понимаешь? Постучит какой-то глухой. Что тут за стуки? Что за... Ну это... Потому что репатки опять все не пройдут. Что-то нет, потому что я ничего не присылаю. Да, ну иду дальше. Милан, можете нам сказать? Что вы делаете? Мы просто... Они работают постоянно или нет? Мы не можем понять. Ну ты что, не слышала о том, что когда там глухой звук, ты нажимаешь, палочка разворачивается, и там может что-то лежать? Корея там говорит про какую-то хрень, не могу понять. Говорит, типа, там какая-то... Какая-то... Какая-то картинка какая-то, которая нам что-то может понять. Я говорю, что за картинка? Такого хрена ты... Иду сюда, вы здесь стучите. Она там начинает опять вот эту свою херню. Там картинка. И говорит... Пойдем спросим? Я не могу, она нормально не отвечает. Я пойду спрашиваю. Пойдем потрясем, пойдем. Что за картинка, блин? Причем здесь картинка? Она... Мне кажется, она реально владеет какой-то информацией, и в определенный момент у нее, типа, херес! А, там картинка! Вы, сука, мне что, все развести хотите, что ли, а? Картинка у нее! Какая нафиг картинка? Надо найти, где, куда провода эти идут, где блок питания, куда, откуда это появляется. Это я под кроватью нашу. Картинка у нее! Картинка! 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 Ладно! 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 Это тебе нужно! Держи! Я даю тебе! Если весь мир! Правильно! Я понимаю! Ну, вам же было все сказано! Я просто... Мне это... Дамо моего мозга, это немножко не доходит. Немножечко... Она горит! Пап горит! Нет! Это горит не она! Это накипь, которая горит! Давай глянем! Да? Да! До этого что-то мне готовила, может быть, Милана? Мыши? Мышей? Нормально все? Да! Милана, вы не готовили мышей случайно? А! Она опять стала гухнелая? Если я вам скажу, что да... Немножечко бы маслица... Что-то изменится, и вы будете готовить там картошечку? Нет! Маслица не остановит! А потом мы просто растим! Мы вам тоже картошечку запекаем для вас! Очень приятно! Мы всем по одной картошке! Всем картошек запекаем! А что за дым? Мы простучали дом... Нет! Это дым... Там... Да! Приоткроем картошку! Ага! Мы простучали дом... Ничего не нашли! Чего я это сказала, Прокатинка? Что-то ее нет здесь! Она ушла! Видишь? Ушла куда-то! Да! Я хотела сказать тебе... Благодарю за то, что ты думал, что... Я знаю, насколько для тебя... Что это? О господи! Я понимаю, что ты испытывал... Так... Я благодарна! Так... Надеюсь, и ребята... Ребята поймут, что именно ты сделал в этом... Какой шаг для себя ты сделал... Василий, не хотите ли вы поговорить об этом? Нас всех это волнует! Так, все! Закрыли, убили базарь! Я понял! Все! Не надо на этом акцентировать внимание! Все! Просто забыли! Я сделал это по определенным причинам! По своим! Короче... Где... Корея? Слышь! Давайте... Прикухис никому не придумал бы здесь! У нее есть имя! Корея Магатан! Помыл шторку! Иван уже сказал ему спасибо! Все! Убили базар! Я же говорю! Все! Не надо на этом акцентировать внимание! А ты нам дашь сегодня одеяло? Если вы в дальнейшем будете придать уважение к этому дому... А не просто пятиминутными просьбами делать... Исправлять свои жертвы! А-а-а-а! Это морально на окно! У вас есть ко мне какие-то мысли, которые вы хотите мне сказать? Мысли? Нет! У меня нет никаких мыслей! Сейчас. Киви. Адьёс! А какую бумажку ты выложила? Все, сейчас. Мы начали с того, что в этом доме... Странная печь. Странное все. И, возможно, мы плохо искали. И тут есть что-нибудь еще, что может нам дать хотя бы какую-то информацию. Да, допустим. У меня сразу вопрос к тебе. Почему ты об этом не сказала вчера или позавчера? Почему ты видишь, знаешь, периодично, как ты все видишь? А зачем говорить сейчас об этом? Она говорит об этом сейчас. Ну, потому что начну с того, что вы все паниковали, сейчас вы подуспокоились. И сейчас вы своими вибрациями не мешаете мне чувствовать то, что происходит тут. Ну, она сейчас... И картинка, она не вверху. Что за картинка-то? Понятно. Фотография. Какая? Там... Я палец порезал. Человек, женщина, мужчина. Непонятно. Как будто бы такое. Откуда ты берешь? Среднее. И где-то что-то свистит. Это как будто бы вот это все. И все в одной картинке. Я не понимаю, как это. Систит на фото. Если он не мужчина, не женщина, не кто? Это кто? А как это что? Что это в Таиланде там? В смысле внизу? Не вверху говоришь, а внизу. Сейчас все. Закройся. Что значит внизу? Ну... Типа... Типа... Огром или что? Нет. Это не... Дели пространство напополам. Парсушек. Не верхняя половина, а нижняя половина. Понимаешь? Верхней половине нету. Ничего. Она... Давай нарисуем этот крест. Из ног идет как тепло снизу. И она где-то вот... В нижней половине. Нельзя так раздеваться. В нижней части. Знаешь, я знаю людей, которые берут доктор Миша и кладут его в пачку из-под кофе. Да. Да, представляешь? Есть такие люди. Такие люди существуют, которые действительно считают, что это смешно. Однажды я была на вечеринке, потом мы наутро приступаем, и захотела выпить немного кофе. И мы там был только растворимый. Это пачка, а там мы. Мефистофель или как летом? И черный час, это очень смешно. Типа... Картинка эта, от которой мы должны что-то узнать. Она говорит, типа, подели... Подели пространство напополам, и типа не вверху там, да, она эти свои транзакции чувствует, а где-то внизу она там что-то ей тепло какое-то дает, понимаешь? Ходил ее похоронить и забыл. Что-то туда куда-то ей там греет что-то. И типа надо эту фотографию где-то искать внизу. Где вас... Ну где-то внизу, где-то вот... Под полом? Ну нет, типа надо поделить пространство, и типа не на одной половине пространства, а на нижней. Понимаешь? Нет, может быть, это половина пространства и здесь быть в комнате. То есть под диван, давай посмотрим. Посмотри под этим диваном. Концветно посмотри под этим диваном. Я посмотрю под этим диваном. Сейчас гляну. Ну-ка. Есть что? Внимательно смотри. Записка? Внимательно. Фотография эта? Так. Вазич. Что? Давай не мешаться друг другу. Просто друг друг. Вот так. Да, стоп. Ну ты знаешь, это... Я уже вчера здесь все перерыла просто, Вазич. Видишь, какую фотографию, как скиньте какая-то. Если бы я увидела, я еще вчера бы увидела. Точно? Надо все просмотреть. Понимаешь, углы вот эти все. Проглядеть все внимательно. Везде. Везде. Потому что это может быть в углу. Это может быть в каких-то щелях. В какой-то щели это возможно. Понимаешь? Да, Вазич. Мы эту щель не видим, а она есть. Понимаешь? Да, Вазич. Фу. Закрой, закрой. Ну сейчас пищать будет. Ну закрой. Ты видишь тут эти. Ну все. Я тут все, да, по сути, просмотрел. Да. А вот этот шкаф, он не двигает? Или что? Это что-то первое? Это что-то первое? Нелана! 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 Вот где-то. Катошечку еще не приготовить. Стоите. Ой, блядь. Катошечку еще не приготовить. А зачем вы стоите-то? Ничего не выключается. Так выключили мы. Я выключила. Да, да, да. Крыло и стоит. Ждет, пока все выйдет. Зачем? Дунь туда, дунь, дунь. У нас первый пожар. Вот так вот. Мы живем. А как так получилось? Почему она горит там? Ну потому что там подгорело. Что подгорело-то? Милана жарила мышей и оставила что-то. Да? Как мы теперь будем есть? Я не знаю, как. То есть тупо картошка сгорела, я правильно понял? Нет, конечно. Она панилища была. Насты. Милана, твой дом горит! Где ты? Господи, ну что ж. Я же сказал, надо было проверить ее, включить просто и подождать. И вы уже туда картошку эту ебли. Нет, а почему она не сказала нам? Я не был за это. Катя сама... Нет, а как там получается снизу что-то на теплое? Мне нравится это. Катя, ну как бы, родственники и не родственники, а дом жить, знаешь, это дело серьезное. Как теперь это выветрить здесь? Я ездила. Ну все. А как теперь нам есть картошку? Когда дым сразу пошел, непонятно что ли? Было что-то... Давайте порвем притчат. Дымится на дне. Сейчас пусть немножко там остынет дым. Попоже сейчас откроем и весь не причинен. О, вот это можно хрень. В нижней половине фотография. Где в нижней половине? Вот так дым туда загоняется. В щели. Где? В щели. Где может быть? Капец. Здесь как будто на вечеринке. Знаешь? На дымной. Дымная вечеринка? Нет, я знаю только фен на вечеринку. А бывают дымные вечеринки, Катюшка. Представляешь? С таким веселым газом. А может Милана и хотела, чтобы мы это сделали? А почему она не выходит? Где она? Мы чуть не хвалили ее дом. Почему ее нет? Ей нельзя обидеться. Мне кажется, она так и хотела, чтобы мы... А она так и хотела, чтобы мы тут погибли. Да. Я распрояю. Глота. Глота? Я тучи разведу руками, как Аллегрова. Дверь не открыта. Здесь закрыта. Ну, мне интересно, если вы реально сейчас загоритесь, мы даже ни по жару, ни по жару, ни по жару, ни по жару. Вы, кстати, выбросы даже не сможете. Да. Ну, что? То есть, соответственно, мы здесь погибли. Вот здесь вот за хнула. Я же говорю, это шоу для... Это как-то убить шоу. Ну, как-то... Это... Весь по ТВ. Ладно, привет. Мам, где вас там? Мы сейчас не умерли. Почему вы тут сейчас пришли? Тихо. Это все, что вы можете? Вас дома сейчас гонит. Да, я не зажигалку я подожгу. Нельзя. Надень носки. Я не хочу, что у меня ноги с черствами. Это Милан мне дала, видимо, из змеиной шерсти. У змеи нет шерсти. Из змеиной кожи, может быть. Да-да, заберите. Давитесь. Блин. Лия! Давайте яйца свои пить. Что еще? Мир, а как... Смотри, там получается, какая-то побежала, да, что-то? Да, она... Ты тоже ищешь? А кто? Милану. Можно помочь? Естественно, чужие дедут. А под ковром смотрел? То есть, получается, надо там помыть сюда, да? Там тоже открывать. Мы реклина, есть что? Вот у нас есть. Там, вот, тремя кроватями. Еще проверим. А в той комнате? Нет, там не проверял. Да-нет, там откуда. Так, у скайки проверяли. Да. Что-то он нам даст, что-то на полу. На полу. Короче, какая-то хрень, да? Бумажка, типа, или что? Фотография, она говорит, фотография. Мне кажется, нужно это отбинуть. Ну как, ты сам говоришь, что типа у нас вибрации там смолкают, она начинает лучше видеть. Да. 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 То есть получается, в доме ничего готовить нельзя. Казалось. В духовке. Может быть, духовка неисправна. Тогда Милана знала об этом и специально заплатила, чтобы мы здесь умерли. Так, ну что, а где искать это, то, что ты говоришь? Это не тут? Не вверх. А для чего это нужно вообще искать? Я не поняла. Что-то важное там, да? Там какая-то... Девочки, поищите там свою эту картинку, которую Ли описывает. Давайте ее срочно найдем. Ну, у себя все уже я перерыла. Давайте, где-то еще... Там знакомый человек какой-то. Хорошо, она сказала, что спрятана здесь, в этой комнате. Да, где-нибудь. Я его перерыла, и у вас смотрела под кроватью, и у себя уже везде все. Да? Вот она как будто бы... Что? А нету здесь ничего. Ваше постаново... Я помню диван. Разлегается. Диван, как за нозу без иголки вытащить. Вот она тебе. Смотри, фото. Где? Вот она. Вот эта картинка. Вот эта. Мы нашли! Мы нашли! Тихо. Тихо. А? Сюда посмотреть можно? Поэтому я не чувствовала... это Милана и кошка какая-то. У меня есть кошка. у меня старая фотка. Какого года? Подождите, до какого года? Окошко вы что, не видите? Черный кот. Смотрите! Черный кот. Это что за фото? Смотрите, что нашли. Ну, Милана возле дома. С черным котом. С черным котом. Фотография старая. Ты посмотри. Ну, какого она года? Она Милана-то молодая. Давайте посмотрим. Так в смысле, такая же как и сейчас. Милана-то молодая. а фотка-то старая. Сейчас такие фотографии... Подожди, как молодая, Стоп. Такой же лицо. Ну, подождите, есть всякие фишки со старым и устарением фотографий. Дай подержу. На, подержу. Можешь здесь, пожалуйста? Мы хотим все посмотреть. Пожалуйста. Это фотка, смотри, какая-то. Пусть-пусть-пусть. И что? Блин, она реально колдует. Ты колдуешь, да? Да. Она настоящая? Или кто? Она знает, вот. Четыре. Четыре. Все говорят четыре. Четыре. С четыртой? Четыре. С четыртой век до нашей эры? Какой сороковой год? 2004 год. 2004? Что? Один девять. Один девять. Четыре. Один девять. С четыре. Один девять. Так, в Великой Отечественной войны, видимо. Один девять. Четыре. И еще. О, да. 1940 год. Сороковой и сороковый. Фото старое. Хочешь сказать, что фотка 1944-40 года? А, все понятно, ребят, смотрите. Значит, ты говорила, что она ведьма, а она здесь живет уже, ей может быть даже лет сто, она вообще тут может быть этот реальный домовед. Как же она так выглядит? Да. Как же она так выглядит? Ты что, у нее вообще не отличает? Если она ведьма, она может не стоять. Ты что? О, ты же. Ну да. То, что я буду ведьм, и что бы не стоять. А ты видела ведьм, которые стояют? А я вообще ведьм не видел. Подождите, вы о чем говорили? Ну, это ее мама какая-то. Да какие ведьмы, ребят, ну, подождите. Стоп, стоп. Подождите, подождите, стоп. Какой сорок-сороковой год? Вы что, ну, ребят, ну, что за сказки? Ну, что за сказки? Нет, а можно, можно вот не удержать? Речу. Мне кажется, вот в таких фотографиях всегда здесь со стороны подписаны. Надо подписать. всегда подписывали. Если она такого старого года, то где подпис? Может быть, она просто утеряна, типа, эта фотография? Нет, ну, а почему здесь нету там? Нет, ну, такая она вот как бы как... А откуда тебе это пришла, это, информация, или что ты еще можешь сказать? Как ты узнала, что нам надо что-то вот такое делать, искать, или что мы должны найти? Почему? Откуда? Ну, предположили, что здесь что-то нужно есть. Помимо печки страны, что что-то такие-то... А Милана сама знает про эту фотографию? Мы тебе подовем. Ну, это Милана, или может это ее... Вы не замечаете, как так? кстати, может это ее мама, может это ее бабушка. А, смотрите, вот у дома есть стапни. Подождите, а это не наш дом? Я не знаю. Так, вот так... Это вот это. Такой же круглый, деревянный дом. Это вот это снаружи. Я еще увидела, что там как будто бы вот это все. Ну, и я видела, чувствовала фото, вот это все. Я не понимала. У нас такой старый дом, там вот стояла женщина, и вот это все. И, наверное, снаружи он выглядит вот так. Как ты думаешь? Вот видишь, круглый, круглый. Я прекрасно вижу. Я просто не могу... Катерина строительством занимается, она скажет, то это дерево или нет. Как она убит по фотографии? Как она отделит? А она что у тебя? Экстрасенс? Или что? Так она по дереву может понять. Как? Не можешь я пощупать, наверное, его, прежде чем сказать? Ты клади, ты можешь, че, ты, да. Нет, ребят, я скажу по двери. Узор двери соответствует с улицы нашего узора. Дверь. Смотрите на дверь. Это наш дом. Мы не понимаем. Видишь, рисунок на двери. Мы можем спросить, Милану. У нас... Дверь-то... Ну как дверь-то какая-то? Посмотрите. Стоп, 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 стоп. Я не понял. Здесь выпуклы или частицы, а здесь... Понятно, понятно. Что, Васич? Если это наш дом, как вы говорите на фотографии, да? Возможно. Возможно, возможно. То как соединить изоль дугас, изоль дугас, бабушкино наследство и этот дом и Милану, значит, получается каким-то образом, я не знаю, это агентство, которое занимается, ну, вот это юридическое агентство, которое занимается вот этой хренотенью с наследством, значит, знала про этот дом и специально сюда приехала и расставила здесь камеры. Так, что ли, получается? Она знала и про эту Милану. И про ду, где мы все находим. Значит, 100% то, что нам, типа, наши родственники шлют, это может быть фальш. 100% вообще. А вот где? Так, где код? Да, почему код был или нет? Ну, код, почему? Ну, как бы... Ну, эти код старый, код был, сейчас нет, что? Да, допустим, допустим, есть фотография 42-го года. Юридическое агентство о том, что бабушка умерла, это произошло, ну, допустим, вот недавно, да, допустим, это произошло года два назад или года, пока нас всех собирали. Ну, наследство вступает через полгода после смерти. Окей, окей, через полгода. Значит, либо юридическая компания должна была знать про этот дом и про эту Милану, потому что, ну, какое совпадение, почему фотография 42-го года Милана и, ну, или кто-то там, родственница Миланы, мама или сестра, хрен его знает, и юридическая компания. То есть, 42-й год и буквально через 50 лет и этот же дом. Как, бля, это соединить, я не понимаю. Как соединить, что это Милана? Ну, можно же так говорить, что это не Милан. А можно вопрос? Ну, а как тогда дома сохраняются так долго? Да, при чем здесь это? Я тебе про другое говорю. Нет, это тоже хороший вопрос. Почему? Если это дом, как он не хранился? Ну, два варианта, как юридическая компания узнала об этом доме? Ребят, короче, два варианта, два варианта, которые у меня возникли. Два, что ли? Ну, два варианта, которые у меня возникли. Либо это поделка, серьезно, просто поделка, и нас просто разводят всех тут просто. Как лошица, как вчера Катя сказала, как лохов. Так. Либо это... Вобода, у меня можно вопрос? У меня второй вариант, просто он как целый. Какое-то вот странное маленькое окно, а где оно в этом доме? Где? Вобода, что это за окно? У нас дома нет такого окна. Что, вот видите, что это? Так, стоп. Может быть, этот дом перестроен? Ну, почему нет? Если это дом, вот одно окно, да? Вот второе. Нет, это маленькое окно. Возможно, этот дом перестроен. Смотрите, здесь окна-то совсем другие, не такие, как здесь эти, как раньше были. Не такие, да? Возможно, да, все равно дом, в этом случае, ремонтируется, потому что он проседает. И, возможно, тут менялось. Смотрите, тут трещина, трещина, вот под лестницей, видите, трещина? Трещина. Трещина. Возможно, дом проседал немножечко. Дерево однозначно меняют, ребят, потому что это не долговечный материал. Тебя рассмешило, что у меня гор такой появился. Понимаете? дом наш этот или нет? Кто такая Нилана? И кто это на фотографии? Самый главный вопрос. Да. Дом не вот это вообще. Есть и теоретически, это ее мама. Ее мама, допустим. Или там бабушка, да? Значит, эта дурость передается по наследству, потому что мама здесь точно такая же, вообще странная. У нее на голове, что это? Это что на голове? Это венок. Венок. Венок, странная одежда. По фотографии мало. Слушайте, а вам не кажется, что вот это платье похоже на Миланево платье? Да, вчера Милана, позавчера, да? Ну, если они все вот такие, вся семейка такая, то возможно, у них у всех такие, такие платья. Они вообще-то не староверки, не забывайте, хрен их пойми. Не забывайте, не забывайте, что вообще-то дом странный, ну да, он какой-то деревянный, вот с этими, как, я сказала, что это эти, руны, вот эти, с крестами, вот эти. Я хочу версию. Может, у нее есть сестра-бед-близнец? Ну, да, мне нужна такая версия. Да, 80 лет. Как минимум. Да, как минимум. Да, почему две? Музика без днец. Да хорошо, а почему одна молодая, другая старая? Или что? Они же одновременно заделись. Таааак. Ну, а теперь давайте, одна молодая. Ребят, а если у Миланы со мной спросить, как вы думаете, она нам что-нибудь подскажет? ничего она не подскажет. Подождите, давайте сначала сами поймем. Во-первых, во-вторых, она все слышит, помните? Именно по этой причине она ничего не расскажет. Может, потише будем говорить. Давайте еще кое-какие другие факты возьмем. Смотрите, она появилась в лесу, показала мне дорогу. Это раз. А не в таком было обличье? Ну, платье, фасон такой же, но цвета был другой. Она появилась в лесу, подала мне воду и указала, куда бежать, потому что я, в принципе, не понимал. Ее призвала через какие-то видения, заметьте, через какие-то видения ее призвала, она призвала... Что такое? Темнота, ничего нет. Сама бы себе. А картофеля, нет картофеля? Нет. А мы собрали. Пакет положили. Что за фигня? Не знаю. Милане что-то не нравится. Да, почему ты знаешь, не так? забеги на Милану. Так вот, давайте не будем отвлекаться. Не надо нас отвлекать. Да? Кто там? Милан, мы все равно обговорим это. Короче, смотрите, она говорила, что призвала, призвала нашу мадаму Алиюта. Шаманку Алиюта. Да, теперь. Подожди, подожди, давайте просто собаку. Она тем не менее сказала про фотку, которую мы нашли. Она сказала про фотку, она сказала про имя Ксю, она сказала многое чего. Тут два решения, либо она в заговоре и тоже постепенно нам какую-то информацию выдает, либо она реально просто исчезает. А может, она превращается в кота? Я просто логически пытаюсь. Слышь, она в кота превращается. Вот ты кошка, наверное, этого дома. Ребята, поэтому мы ее не можем найти, куда она исчезает. Да ладно, как-то человек превратится в кошку. Как у Булгакова, мастера Маргаринча. Почему? А шаманы умеют превращаться. Так я о чем я говорю, что допустим, она шаманка. Она же говорила про нее, что Милана ведьма. Знаете что, давайте сначала, пожалуйста, я вас умоляю, давайте разберем самую скептическую версию вот этой хвилии. Давай, давай. Пытаемся максимально оправдать вот эту дичь, которая вот здесь сейчас проходит. Нет, Милана, естественно, все хорошо на этой фотке, я имею в виду. Раз. Да, первый вопрос. Слышали? Да, я слышала. Наверное, она превращается в кота. Вот я говорю, она на чердаке. Она на чердаке. Это 100%. Где-то есть здесь чердак. Хорошо, давай дальше. Ладно. Милана вот до фотографии старой. Пойдем от фотки, да, от того, что мы нашли. Фотография старая, на ней Милана. Вопрос первый. Фотография старая действительно или нам просто ее подсунули и пытаются нас обмануть? Как подстава, да? Как подстава. Как вы считаете, вот как бы... Ну, я выделила свою версию, что обычно на таких старых фотографиях, я так понимаю, что это ксерокопия фотографии. Ну, видимо, оригинал... Может, фотошип здесь, фотошип. Фотошип? Видимо, оригинал как бы нам не дают. Так. Мне кажется, что кто-то очень как бы бережет старые... Ну, такое бывает, я слышала. Просто так, ну, на таких фотографиях есть фотки на старых, что подтверждают, что они старые фотографии. Зачем ее тогда нам оставили, чтобы мы ее нашли? Для чего? Да, может, оставили ли это не случайно? Она валялась под диваном где-то вообще. Ну, если утверждать, что это ксерокопия, как сейчас сказала Ксю, фотографии, то... Да, по этой логике, если идти, то специально нам ее подложили. Да. Ну, потому что, смотрите, настоящая... Тогда зачем? Хороший вопрос. Давайте дальше пойдем просто. Давайте пойдем дальше. Тогда зачем? Зачем нам хотели оставить эту фотографию? Предположим. Что нам хотели этим сказать? Нам помогают или хотят нас закопать? Нас хотят запугать. Запугать? Секундочку. Давайте предположим, что все, что я сказала, что это сороковые года, что это действительно Милана, Милана ведьма. Предположим, мы находим эту фотографию просто для того, чтобы вы в этом убедились, и, может быть, слегка, чуть-чуть, капельку уважительнее к ее очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-древнему воду. С нее же песок слип. Ну, вот я тоже, в принципе, сама хотел вам и объяснить. Просто... Вот к примеру к этому. Это как один из вариантов. Теперь можете рассматривать другие. Песок слип, а выглядело на 20. Ну, вот она только сказала, что она ведьма. Я говорю, что она другими словами говорит, типа, она ведьма, и она здесь... Подождите, вы опять срулили с буддистским птицезмом. Лея опять свою, эту вот эту вот, не знаю, чем она, но она точно, определенно, что-то умеет вот это вот делать. Я не знаю. Ну, так если умеет... Подожди, по мне не поверить. Подожди, да дело не поверить, я просто хочу разобраться. Ты верить, не верить, это дело... Каждому. Да, но я просто хочу разобраться. потому что... Смотри, на чем остановились? Нам специально подложили эту фотку, чтобы мы ее нашли, и, как сказала Лея, начали уважать Милану. Да? Но это нелогично. Ну, как нелогично? Ты смотри, видишь здесь тень рыбки, которую ты сегодня делал на столе? Вот она, вот этот знак этой рыбки. Ты сегодня эту рыбку делал на столе. Может быть, она вообще предвидит будущее какое-то? Да, давайте разбираться. Ну вот, Фотографию нам подложили, чтобы мы попытались в этом как-то разобраться. Чтобы... Зачем подложили нам эту фотку? И подложили ли случайно? Ну, чтобы мы понимали, кто есть Миланой. И она же сказала. Ну, тут непонятно, кто она есть. Мы понимаем, что фотка старая. Я вообще, мне кажется, это ее мама. Просто она очень сильно похожа на свою маму. Предполагали ли те, кто положил эту фотку, что мы будем думать, что это ее мама? Допустим, это ее мама. Ну и что? Что надо с этим делать? Ну, ничего. Ни фига. Неуважение у меня не появилось. Да, почему мы должны сразу ее уважать, из-за того, что она рисована на старой фотографии? Где доказательства? Я ей говорю, это нелогично. Почему мы должны... Это неуважение назвать, это бояться. Да, почему... По какой причине? Это неуважение, а бояться. Бояться. Они хотят, чтобы мы побоялись разбираться в какой-то правде. Поэтому мы сейчас попрем дальше. Вот, положили нам эту фотографию, мы ее нашли, причем видение пришло Лии. Если Лию призвала Милана сюда, то, может быть, Милана может и влиять вообще на эту Лию. И накидывать ей вообще разную информацию. И говорить о том, иди там поищи. А Милея даже не может, ну, как бы, понять. Ей приходит что-то, она говорит, мне пришло. Что я откуда пришел? Вчера-то ей не пришло про это, а вот сейчас ей с чего-то пришло. Я, кстати, говорил об этом час назад же. Вот фишка в том, что она мне дает информацию, не это. Наверное? Да. Иди сюда. А она, а она говорила, типа, вы все орали, вы все орали, а я как бы не могла это вчера, потому что, видите, а сейчас все замолчали. Вот, помнишь, при тебе же это орали? Это просто происходит дозировано. Она вчера ничего, мне кажется, такого и не предполагала. А вот сегодня она проснулась, у нее как вот, озарило ее. А если это вообще Милана все устроила? Вот это вот, просто жесткий какой-то... Или какой-то Золь-де-Касс? Просто есть одна Милана, которая сейчас... Да, очень странно. Если она из твоего века, то как она умеет управлять всеми этими камерами, печатать на вот этой плазме? А почему она не может научиться, если она, допустим, из твоего века, почему она за это время не может научиться всему? Ну, то есть, смотри, допустим, когда появилось телевидение, она научилась смотреть. Когда появился пульт, она взяла пульт, научилась пультом. Когда появился интернет, она херах научилась в интернете. Просто она нам этого не говорит. Да, она и в мире разговаривает. Ребята. Ну, это понятно, но она может и строить из себя. Может быть, она это подделала на фотошопе, эту фотографию, и она просто здесь обычный человек, который никакой не существует, но Золь-де-Касс. Но вопрос в другом. Каким образом она влияет на Лию так, чтобы Лия подсказала? Либо они в сговоре вдвоем, потому что никто ей ничего не говорил. Лия все время... Ну, либо она в комнату к ней приходила. Я, кстати, вчера... Кстати, вчера ее с ней сами не было. Я поднялся, я поднялся, Лия плачет, а Милана смеется, Лия говорит, я не могу поверить в это. Я говорю, во что? И они мне ничего не рассказали. Это что? Серьезно говорю, они общались наверху. Я говорю, она... А, она мне сказала, ну вот это хороший братец, мне она сказала. Вот это настоящий братец. Я пытался ее расспросить, они просто смеялись. Нет, Лия плакала, а Милана смеялась. Лия плакала от счастья какого-то. Понимаете, она вот так смеялась прям. Может, она вообще и мозги промывает, эта Милана. Может, она их вообще там... мутит всю голову. Она даже понять не может этого. Постарожнее. И просто ведет ее вот так, что она... Вот тут фотография, я тут чувствую что-то. Но тогда они в сговоре... Да, фотографию-то она нашла, Лия нашла фотографию. Тогда они в сговоре. Потому что какая... Ну какая магия? Ну что за бред? Ну какая магия? А в сговоре чего? Вот в сговоре чего? То есть что они хотят... У них какой сговор против чего? Изоль де Кац. Если они... Как вариант. Как вариант. А может, вообще не существует изоль де Кац. Может, они это сами все придумали. Тогда нахрена все это вообще. Слушайте, а может быть, они как бы вот собираются устроить ритуал в ближайшем времени? Сколько у нас человек? Ну 6 человек. Без нее 5. Ну, может быть... Может быть, есть какой-то... Ты хотела сказать, что аргический ритуал... Нет, обряд сатаны, когда число 6, и что мы только... А, ну почему? Если она служительница этого обряда, почему? Да, она может просто руководить этим обрядом. А зачем? Стоп, подождите, что происходит? Нет, это как-то уже... Демонические силы. Ну это какая-то хрень. Ну а что? Везде демонические силы. Да это не демонические, это добрый на самом деле, вот этот крест. Ну, знаешь, эти знаки, они специально могли и оставить, чтобы... Потому что, ну, очень-очень много сейчас фактов. Она нашла фотографию, ее призвали, но с другой стороны, она появилась в лесу, когда мне нужна была помощь, я не понимал, куда идти. Понимаете? Тоже, почему она именно мне появилась в лесу? Батяш, напиши вот этот случай, я вот никак не могу понять. Ты прям шел, и тут стакан воды тебе? Как вот это произошло? Ну я вот так вот бежал, я встал вот так все, я встал, ну, дыхание сперл, я стою, дышу, вижу рука вот так вот. Я беру эту, ну, беру стакан воды, выпиваю, потом ничего понять не могу. Никого нет. Потом я дальше побежал. Рука была, значит, тело было? Слушай меня, да слушай. Потом я дальше бегу, падаю, вот так падаю, поднимаюсь, и смотрю, она стоит, и показывает мне, указывает, куда идти. Ну, руку-то я видел, рука была такая же, которая подала мне воду, понимаешь? А когда ты брал воду пить, то есть одну руку видел, тело не видел? Нет, не видел, она исчезла. И камер 6. Здравствуйте, Макс говорит. Еще одна шестерка не должна, то есть гимнические символы. Камер 6. То есть когда нас будет тихо девать, а каждая камера будет направлена от одного человека. А этих хрени сколько? Раз, два, три, четыре, одна у нас, и одна у вас в комнате. Шесть. Три шестерки. Ни хрена себе. Да нет, да нет, да нет, Бред, это бред. Я думаю, это просто, нет, я даже не знаю, что ты думаешь. Бред. Фу. Либо нас пытаются реально запутать, не уходите, подождите, ничего не понятно. Запутим, Пожалуйста. Мне нужно... Ничего не понятно. Запугивает нас. Просто нас решили запугать, мне кажется, что такое. Или это развод полный, вот со стороны Лии и Миланы вместе, вообще. Или кто-то задел какие-то непонятные игры. Вы заметили, Милана, когда приходит сюда, Лия ее никогда вот не цепляет, ничем не стебет. Да нет, она вначале специально ее стебала, помните? Она говорила, что ты, выпусти меня, ты кто такая? Она говорила, что ты, ну, вспомни. А так странно, что, что оказался ты, 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 Лия, ты с ней в комнате, да, ты оказался, ты проснулся? Да, 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 да. Кстати, первые, кто вы увидели, это ты, Лия и Милана. И вы в одной комнате проснулись. Ты, Лия и Милана, да, получается, вы в одной комнате. Ну, первое, что я увидел, это то, что передо мной, Милана со стаканом воды. Смотри, как нас разводят. Ты бежал в лесу, типа случайно, встретил Милану, она тебе дала стакан воды. Ты, ну, это прикольно, да, она тебя спасла, она тебя направила, да, ты побежал, прибежал, оказался в комнате, они с Лией договорились, чтобы, когда он проснется, сделала вид, что мы друг друга не знаем, чтобы он точно был убежден в том, что мы вообще никак не связаны, что мы никак не разводим. Ну, так она сделала абсолютно наоборот, она спрямляет. Вот, для того, чтобы ты точно подумал, что они не связаны. Как это? Я наоборот подумал, что они связаны, потому что она говорит, она, когда проснулась, это ты, это ты меня, я из-за тебя, ну, типа, типа Лия с ней не связана, понял? Она ее обвиняет, понял? Это отдаляет вас. Ну, я сразу понял, да, нас отдаляет, но я сразу понял, что между ними какая-то связь. Да, но связь-то отрицательная. Ну, это мальчик. Ну, связь отрицательная, типа, ну, как бы, что, она сбеглась? Да. А, дайте мне тоже. Держи. А вот она есть. Да ладно, с ним подошел. На, целая еще не готова. А дай целую. Надо порезать? Ешь, что дали. Слушай, да, как вариант. Очень вкусно. Да. Очень вкусно. Посадить бы стойки. А, соли нету. Как альдаха, да, картофель? Ммм. Сейчас бы соус бы еще. Боже. Да, вот соли бы. А давайте еще на ненадолго включим, а потом выключим. Лучше за 5-домищем. Нужно сначала... Давай порежем ее просто и все. Давай, порежем ее просто и все. Конечно, нам все равно. Так, подожди, она сырает, я подальше. Сейчас порежем и все сделаем. А чем ты потребляешь? Годи, он чистый. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Горяченькая. Ребят, давайте доберемся до конца. В чем? В чем? В чем? Нас разводят или что? Не понимаю, что с нами творят? Ребят, я скажу честно, Милана. Как она выглядит, если это Милана, а не ее мама, как предполагаем мы, не может человек так выглядеть, какая бы она ведьма ни была, она не может выглядеть на 20 лет, в 40-е годы и сейчас выглядеть одинаково, ничего не изменило в своем лице, ни морщинок нет. Значит, ты не Милана? Куда ты с металлога не вылазишь каждый месяц? А тут у нее ни морщинки нет. Я тоже хочу быть такой ведьмой. Она готова. Она такая же, как и в дольках поездки. Готова? Да. Сыровата, нет? Ну и печет, да? Да, у нас с ростом. Да, давайте допечем. По половине хотя бы разрежу. По половине разрежу, просто по половине, и мы допечем ее. Да, давайте слишком, ну вкусно. Вот, и лучше продольно, да. Вот так, да? Как айдахо делай. Я не жил в Акше, не знаю, что такое айдах. Хотя как? Как? С дольками. Горячее. А соуса нет? Горяч, да? Сейчас, да. Кстати, я заметил, он любит шутить. Ты в стендапе не работал? А знаете, я вас всех ненавижу. Почему, спрашиваете? Потому что вы люди, я терпеть не могу людей. Единственный, который человек, который рожден для полноценной хорошей жизни, это я. А вы всех, да. Я согласитесь, вкусно. Я обычно ничего не ем. Я обычно не ем, вот сырную картошку, как бы, он любит. Ну, вкуснее, ничего не ем. Типа вот так, да? Да. Может, яичко положим? Нет, нет, оно будет подгореть, оно сейчас слезет с него и подгорит на противень. Если у нас было хотя бы чуть-чуть маслица. Подожди, а можно просто сырную еду положить в духовку, она не запечется? Возможно, запечется, но, возможно, и лопат. Да, но, да. Нет, в скорлупе нет, конечно. А у нас же есть стакан какой-то, нет? Горшок у нас есть. Горшок можно в духовку поставить? А вот тот стакан, что Юрец Ли хотел... Мы все из него попили. Да? Ребят, мы можем горшок так же картошку везде. Мы как можем запечь? Мы можем пшенку, воду, если нам не даст воды, Гилана, мы можем в горшке сварить пшенку в духовке. Да, и картошку. А чем мы будем есть? Ложки нам нужно. Мы можем руками есть. Да я порежу, ребят, вы давайте забачим с кем-то. Да мы просто очень есть хотим. А я тоже жрать хочу, я вас прекрасно понимаю. Да, слушайте, а может запечем туда положим картофель, а потом сверху яички? Нет, так что получается. Так кто она? Да откуда мы знаем? Это может пройти только время. ты понимаешь? Вот сейчас я считаю, что она по-прежнему как бы вот такая. Мы пришли к тому, что это либо магия, либо развод помощи. Нет, мы кстати пришли к тому, что Лия может быть ее. Лия, и еще Лия с ней 100%. Лия связана вообще очень тесно, либо мы себе... Хорошо, можно у меня вопрос? О, началось. Сейчас она, смотрите, заугарает и скажет, что она ее шутила. Красиво. Мне кажется, она же на фигуре была. Дайте, дайте, я все слышу, кстати. Я же говорю, как бы. Да. На что ты можешь пояснить по этому поводу, раз ты все слышишь? Нет, то, что ты сказала, чисто сама твое мнение, которое мы все услышали, нам не прислушаться. Ответственно заявляю, что я ничего объяснять и оправдываться не собираюсь. Я за себя знаю, и все. Если вы не верите, это чьи проблемы? Хорошая позиция. Ваши проблемы, и вам сменишь. Я скажу то же самое, и хотелось бы о тебя услышать. Это хорошая позиция. Окей? Нет, вообще, на самом деле, наша информация, она может... Нет, это я истебую. Типа, хорошая позиция, стоп, спасти себя. То есть это не по-настоящему не искренне было. Нет, искренне я признаю, то, что это хорошая позиция. на самом деле, информация каждой это конфиденциальная информация. И если он не хочет что-то рассказывать, то он имеет право оставить ее по себе. Я это делал. Ты же как юрист должен это подтвердить. Это верно. Если жить по российскому законодательству, по которому не живет вся страна, как говорил один великий человек, Россия живет поговорками и пословицами, то да, ну, 80% россиян не знают закону вообще. Это я могу точно сказать. Тихо. Что? Тихо. Ну, опять с тебя. Тихо, тихо. Ты что делаешь? Тихо, тихо. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Да, ты просто услышал шаги. Выбей, показывай, что правило. Дожди, пока не показывай. Она все слышит. Я вот только что спустилась. Наш любимый Корея сказал, что я тоже все слышал. Давайте, что они... Так же, как Милана, все тоже все слышим. Как бы это две ведьмочки. Все понятно. Ну, знаете, что он во все верит вообще? Ну, а как не верить? Я тебе еще раз говорю, либо это слишком хороший... Кстати, Милан, мы тебе тоже картошечку сделали. Хочешь картошечку? Ты хочешь картошечку? Поговорим. Когда ты стала такой любезней перед Миланой? А прямо после завещания сразу вот так резко, четко. Понял. Уходим на чуть-чуть, чтобы мы опять не вздомились. Сейчас под... Там надо было снизу почистить дно. Нам нечем почистить, потому что на дне... А можно дно вырвать оттуда? Нет, нельзя. А можно прикрыть чем-нибудь? Давай, твоей рукой. И в номинации лучший юмор 2018 года присваивается... Слушайте, а может нам пальчик 41? Это дом машины времени? Машина времени, да? Набирайте так, пожалуйста. Я смотрел фильм, есть такой фильм. Улыбайте. И назад буду еще. Ну ладно, мне очень непонятно ваш улыбка. Кто же все время улыбаетесь? Мы не знаем, что нам делать. Мы тут сходим с ума. А вы все время улыбаетесь. Катя. Не жми. И так, я сказала, это исключительно ваше. Я прошу прощения. Не имею права, тебе указать. У меня хорошее настроение. Когда вы здесь хорошее настроение, когда они улыбаются. Мне очень печально, что вы... И хорошее настроение У вас есть косметика? Не покинет больше нас. Вы проситесь? У вас есть косметика? Да нет у нее косметики. Тихо, тихо, тихо. Давай посмотрим на это. А она накрашена. У нее косметика есть. Так, и что? И что? Мы тоже хотим. Подказывай, если надо. Ладно. Скажи, пожалуйста, когда вы с вами косметика часто делаете? Когда у меня просят, то, конечно, уже мне жалко помаду, или тональный крем. То есть мы просто людям, которые подходят, начинают на нас встречать. Я не кричу. Наглеет. Я не кричу же. Я не просто люди. Я у вас в гостях. А почему у нас удивляют, что у меня есть косметика? Думали, вы вообще не краситесь никогда? Вы накрашенная. Когда вы это думали? Вот. Все эти дни. Мне, конечно, очень приятно. Но я могу подкрашиваться. Я такой же человек, как и вы. Я такой же? А какого года рождения? Да. Знаете, что вы девушек? Такие вопросы как бы... Он не говорит, что он 18. Мне 18 с половиной. Какого года рождения? Не надо сколько лет. Какого года рождения? Я должна вам отвечать на какой вам взрослый. Особенно призывствую мужчин. А пойдемте дадим. Пойдемте. Позвучить поговорим. Позвучить поговорим. Катерина, я вам объясняю, что я не буду этим чеком. А на какой вопрос вы нам сможете выдать ответ? Хоть на один какой-нибудь вопрос вы сможете задать ответ? Че, че, че? Что она ей сказала? Вот, Катюха, что ты лидишься? Я слышала! Спасибо за помощь! Блин, ну Миша ты там нагнетает! Да вот, вот же! Миша ты нагнетает! За помощь! Че она делала? Вот, да, давайте, нападайте мне! Нормите меня на части! Вот! Спасибо за помощь! Ну это самая лучшая, самая сейчас, самая лучшая тактика! Типа, знаете, это самая лучшая тактика! А нахрена тебе сказала спасибо тебе за помощь! А? Слушай! Я ни в чем! В том, ты и делала, что ни в чем! Она специально напитала надо мной! А что значит твои слова сразу после завещания? Я не оставала мне хорошо! Что так все неадекватно? А почему, когда он говорил, что вы там что-то... Я неадекватно? А что во мне неадекватно? Не знаю, что развалилось здесь! Ну я лежу! А что? Что-то не так? Что-то не нравится? Что-то не нравится? Могут встать, как бы! Все хорошо! Не хотите смотреть, да у меня все отлично! А что прикольно? Пойдемте подумаем! Пойдемте, что вы ее допрашиваете? Пойдемте сами подумаем! А что у меня плохого? Да непонятно где, непонятно с кем, а то все хорошо, ты смеешься? Я уже понятно где и уже понятно с кем! Если вам это до сих пор непонятно, то когда-нибудь и вы к этому придете! То есть, по сути, она ведьма, которая живет уже в этом доме долгое время и периодически время на нее не действует! Вы как-то связаны, потому что ты владеешь какой-то черной магией или какой-то там шаманской магией, поэтому вы каким-то образом связаны, она тебя призвала, но об этом узнал я, когда только-только я вас увидел и как бы нужно к ней относиться как к некоему типа там духу чего этого, домовой, это она хреновой, как бы, надо к ней так относиться, поэтому она себя так странно ведет, но каким образом тогда она связана с изольдой кацей? Так вот смотри, все то, что ты сказал, минус ироническая интонация и минус сарказм, тогда будет сверно! Минус сарказм, верно, все то, что ты сказал, причем здесь изольдой кац, я еще сама не знаю, я на самом деле под сомнение ставлю вообще существование такой адвокатской фирмы, и скорее всего эта адвокатская фирма была придумана только из-за этого завещания, ну, это как я чувствую, но это еще не так. Слушай, а может просто лей подсадная утка, вот и все, это очень похоже на подстановку. Абсолютно согласен. Подстановка. Допустим, если она подсадная утка, допустим. Так мило наблюдать за тем, как выучить. Зачем Милана сейчас ей сказала большое спасибо? Тут два варианта. Специально, чтобы нас напугать. Нас напугать, раз, и она, Милана же слышит все разговоры? Да. Она же все слышит? Да, да. Она подошла, но она сказала это втихую, когда рядом стояла Катя только и его есть классический. Спасибо за помощь, но она и нечего. Так? Продолжение следует...